Девушки отдыхают Его история жизни читается как голливудский сценарий Он выбрался из Европы, он стал символом современного успеха Символом американской мечты Арнольд Шварценеггер представляет собой историю истинно американского успеха В течение ближайшего часа мы покажем жизнь этой легенды Начиная с того, кем он был и кем он стал Что сделал его таким, какой он есть сейчас Как он смог выдержать мировую конкуренцию таких противников Как он прорвался на голливудскую сцену Вы услышите комментарии его товарищей по работе, его конкурентов, его тренеров Тех, кто ему помогал и тех, кто недоволен его успехом Наши комментарии заинтересуют всех Арнольд Шварценеггер, успешный бизнесмен, великолепный киноактер, замечательный спортсмен Его личная жизнь интересует всех, как одного из наиболее путь личных политиков, героев Это Арнольд Шварценеггер Арнольд, у которого важны не только мышцы Арнольд, не только мышцы Анна Хармон, писатель-репортер Я однохожусь в центре мировых развлечений в Голливуде, штат Калифорния, Соединенных Штат Америки Именно здесь и является самым интересным местом То место, где Арнольд Шварценеггер прорвался в своей карьере, как голливудская звезда Все это начиналось в Австрии, в 135 милях от Вены, в небольшом поселке Именно там Арнольд Шварценеггер и жил он и его семья Как он стал таким, какой он есть теперь, мы попробуем показать вам в течение ближайшего времени Альфред Герштель, один из известных австрийских политиков Он также отец одного из друзей Арнольда в детстве Альфред Герштель Никто никогда не полагал и не ждал, что Арнольд станет семейной заменитостью Почему? Может быть, потому что обстоятельства, в которых он жил, не позволяли думать об этом Я вспоминаю, что в атлетическом спортивном обществе всегда молодые люди держались вместе Именно там Арнольд и начинал свою жизнь Для него это и была его жизнь Арнольд стал другом моего сына Который отправился в колледж И который вместе с ним занимался атлетикой И тяжелой атлетикой Но у Арнольда в любом спорте был великолепный потенциал И практически за два года он превзошел всех остальных В близлежащих местностях возле Градца, где родился Арнольд Ничего выдающееся не было Его отец, просто Шварценеггер, и его жена Арнольд жили спокойно в этом домике на первом этаже Его отец был скромным начальником полиции 13 июля 1947 года и родился здесь Арнольд Шварценеггер К тому времени, когда он стал подростком, уже всем было ясно, что у него отменные способности в любой области Но, главное, свою способность он проявлял на атлетическом поприще Но его я позволяло предполагать, что он станет суперзвездой Хотя никто не знал, конечно, что он станет всемирно известной кинозвездой Он работал, трудился в одном из суперспортзалов Жизнь сняла меня с ним в 60-х годах Он пришел сюда и сказал, я хотел познакомиться с вами, я хочу тренироваться И тогда, я помню, он сказал, что он хотел бы здесь обрети собственное место, потому что собирается тренироваться постоянно Он сказал, что я хочу выглядеть как вы, как вон тот человек на плакате на стене Его тренер вспоминает, что прежде всего он занимался бедрами и ногами, но через пару месяцев он уже выработал огромную систему упражнений, подчиняя все окружающие и видимо себе В этом спортзале он ходил от одного к другому, от спортсмена к спортсмену, тренинг к тренеру, спрашивая, что как Карл Кайнрайт припоминает, как он работал в свои ранние годы вместе с ним В те самые дни бодибилдинг был не очень популярен среди официальных спортсменов Он как бы отстоял на некотором расстоянии от них Особенно такие ребята, как Арнольд, которые стремились стать лучшими в мире, не могли рассчитывать на то, что они добьются всемирным успехом Но тем не менее, у него, может быть, было тело 20-летнего человека, 30-летнего мужчины, когда ему было всего 17 Он был чрезвычайно целеустремленным человеком Ну вот, скажем, на субботу-воскресенье наш спортзал закрывался, а он, бедняка, был просто в отчаянии, он говорил, что он должен работать и на выходных Он говорил, что это может помешать ему И он, как-то не выдержал, и пробрался сюда в выходной Полиция приехала, его забрали, решили, что он грабитель Но это всего лишь из-за его целеустремленности Тогда пришлось выхлопать ему дополнительное разрешение, чтобы он работал и по субботам, и по воскресеньям И он тренировался один в одиночестве Принимая во внимание его успех в сегодняшние дни, совершенно невозможно понять, как из простого спортсмена, атлета, Арнольд стал столь замечательным человеком, не касаясь другой стороны его деятельности Да, он тренировался сначала ежедневно, но потом он быстро установил собственный режим и тренировался всего лишь три раза в неделю в спортзале по общей программе Но в то же время в своем доме он установил собственный спортзал Он тренировался там дополнительно В 1975 году он становится солдатом, он идет в армию и служит там солдатом Однако, тем не менее, он принимает участие в соревнованиях в конкурсах по бодибилдингу и побеждает в них В то самое время Арнольд служил в военных войсках И это значит, что он не имел права покидать страну, но он решил все равно рискнуть И он отправился в Штутгарт вместе со мной для того, чтобы участвовать в соревнованиях впервые в его жизни Их серьезных Арнольд выиграл титул лучшего атлета Это стало настоящей сенсацией Он произвел впечатление на всех В Германии Кто занимался бодибилдингом И ему сказали тогда Арнольд, когда ты закончишь этими бояхами, приезжай в Мюнхен Если не хочешь тренироваться, работай как тренер Сегодня Арнольд является одним из известнейших лидеров в области спорта, бодибилдинга и не только Он один из величайших актеров Его успех отражен на страницах всех газет, всех журналов И однако его слава начинается тогда, когда он выходит из армии Его не устраивает лишь слава местного спортсмена Он хочет добиться большего Смотрите нашу программу и вы узнаете, как из Арнольда Произошла национальная и супернациональная мировая звезда Арнольд, не только мышцы Каждый человек интересуется физическим здоровьем По крайней мере, так должно быть Но для этого нужно потрудиться Анна Херман Оказавшись в Германии Арнольд продолжает работать над собой Он расписывает собственное время Пока лишь на несколько частей дня Утром он занимается тренировкой Днем он занимается делами И вечером он продолжает консультироваться с товарищами Альберт Бьюзик Куда бы он ни шел и где бы ни был Он находился в центре внимания Он был как бы центром движения Он был локомотивом, который тащил за собой целую кучу этих вагончиков И это доставляло ему радость Он работал не только над собой, он работал в качестве тренера Он работал неделями, месяцами в качестве тренера И одновременно тренировался сам И люди приобретали огромный энтузиазм Видя его энергию И видя, как он фокусируется не только на себе, но и на них И этим добивались успеха Так же, как он сам В Мюнхене он обрел и одного из гуру Так сказать, в своей области Он знал, что ему свободное время дается лишь на сон Говорит Райнхарт Сволана Он пришел в наш спортзал и сказал Я ищу Райнхарт Сволана Он меня не знал на самом деле Возможно, он видел мои снимки Как потом выяснилось Но я-то тогда только проснулся А уже для него это было начало дня Я сказал, подожди Давай так Жди в этом углу Потренируйся пока Я, может, через часик вернусь, когда приду в себя Ну, я пошел Немножечко вздремнул Привел себя в порядок А потом вернулся А он там тренировался Он не терял времени Я увидел его уже разогретым Я понял, у него отличное тело Великолепные мышцы Телосложение просто замечательное Что называется, от Бога Но главное Я сказал, жди меня И он ждал Он умел подчиняться Когда он прибыл на европейский конкурс Он Уже был Достаточно Известен И Тем не менее Он знал Как себя вести Говорит Каилл Кайндрайд В то время Арнольд и я Тренировались Вместе Не то чтобы мы были Конкурентами В Мюнхене В 1966 году Арнольд пригласил меня Тренироваться вместе с ним И На Чемпионат Германии И я поехал Там Было Народу Около 15 тысяч человек Появился Арнольд Но Арнольд Нисколько не смущался По крайней мере Внешнем Он Все время шутил Он сказал Идем Ты должен Выступить Ты должен Показать Себя Я ему ответил Что ты имеешь ввиду Что я должен выйти Перед таким Скоплением народа Да он сказал Конечно Выйдешь Покажешь несколько поз В крайнем случае Я буду здесь Рядом Покажу если что не так Но я же сказал ему Не готовился Я просто поехал с тобой Чтобы тренироваться И все Но Арнольд сказал Пустяки Если тебя что-то смущает Обращайся ко мне Вплоть до того Что он был даже Готов Был одолжить Мне Свою Спортивную одежду И тогда Именно в октябре Насколько я помню И Произошли Первые Публичные выступления Арнольда Да-да Удивительное Огромное количество людей Он был Разумеется Объектом Внимание Многих людей Немедленно Когда он Вышел на сцену И не только Все глаза Были прикованы К нему И Где бы он не появлялся Выходил такой узкий луч света И Отслеживал его появление Даже когда Дело происходило не на сцене Всегда вокруг него Был какой-то Центр внимания Как будто Внезапно Вокруг него Появлялись Люди Казалось Что вот-вот Сейчас Там пройдет какая-то Быть может драка Или еще какая-то Кто-то был не всегда доволен Тем что происходило с ним Но Поскольку он был не очень известен Тогда он Подкачивал Мускулатуры груди Показывая сюда И тогда Этот человек Который подошел к нему Для того Чтобы Произошла какая-то Конфронтация Он как-то смущался А Арнольд Предлагал ему Выпьем пиво И все сходило на нету И Вот Наконец Турнир На Имя Мистер Вселенная Я помню Тогда он пришел ко мне И Были сомнения Возможно ли поехать туда Но он был настолько настойчив И я ему сказал Посмотрим Я Пошел в свой Спортзал У меня был Маленький спортзальчик Вот Шапку взял Для себя Это Мой талисман И Мы с ним разговаривали Давай так 5 марок 10 марок Или как бы там ни было Давай с тобой Поспорим На То Что Победа Будет Неизбежной Я Достал Я достал Эти деньги И сказал Зачем тебе это Выяснилось что Не на что ехать Нужны деньги Для того чтобы участвовать И мы тогда пошли к ребятам Которые занимались в спортзале И мы собрали по несколько марок Но мы решили что ты должен Выиграть Он сказал ладно Я выиграю Лондон был восхищен Молодым человеком Который должен был стать Международной Кинозвездой Тогда Все было иначе Когда Арнольд завоевал Несколько международных призов Он Начинал становиться Известным Эти конкурсы Для 20-летнего Арнольда Значили достаточно много Ну что же Арнольд Обретал международную Известность Он стал В 1967 году Первый раз Мистер Мир И затем он отправился На другие конкурсы Потом мы поехали в Лондон На чемпионат И это был Первый Профессиональный Конкурс Для Арнольда В Лондоне Он и решил Тогда поехать В Соединенные Штаты Потому что Соединенные Штаты Был центр Международного Бодибилдинга Дом Всех Международных Чемпионов Тогда Им и заинтересовался Джо Вейдер Президент Международной Ассоциации Бодибилдинга И он В Южной Калифорнии Отправляет Его В Известный Ныне Спортзал Говорит Винс Джеронда Тогда Его спонсором Был Джо Вейдер Ныне Президент Международной Ассоциации Бодибилдинга Он порекомендовал Мне его Я Не отнесся С большим энтузиазмом Тогда Сразу Но вскоре увидел Что Был неправ Я предоставил ему Все Что было необходимо Он Был Такой Германский Замедленный Тип Человека Который Целеустремленно Шел Пусть даже Маленькими Шагами К своим целям После Несколько Месяцев Занятий В Спортзале Джеронда Арнольда Отправляется В Меку Балдибилдеров Золотой Зал Да Он был Просто Возбужден Тем Что происходит Действительно Для Отдельного Человека Это просто Настоящий Прорыв Чрезвычайная Удача Очень интересно Как все Продвигалось У него Взлывав Европу Шварценеггер Начинает Доминировать На американской Цене В 1970 году Он Отправляется На конкурс И завоевывает Мистер Вселенная Мистер Мир И другие конкурсы Бэйд Курт Мэрнол Должен сказать Что в 60-х годах Когда мы начали Все было несколько трудно Я вообще начал В 1958 году Бодибилдинг Тогда был Как бы В загоне Крички Нас просто разделяли На части Но Арнольд Пошел Как бы Против Всего этого Он пришел Чуть позже нас Мы как бы Пробили маленькую брешь Которую он расширил И Сделал из нее Огромный вход Люди Стали говорить Не то что было иначе А раньше они говорили У Бодибилдеров Нет Мозгов У них только мышцы Но у Арнольда Было и то и другое Бодибилдинг Становился популярным По всему миру Даже Несмотря на то что Он Прорвался отсюда В Америку Он становился популярным И здесь тоже больше Представьте себе Сначала я в Америке У Америки научился Тому что такое на самом деле Бодибилдинг И потом Арнольд научившись Чему то здесь у нас Возвращается назад в Америку И Добивается там всего Он просто Исключительный человек Я говорю это С огромным уважением к нему Арнольд Шварценеггер В 70-х годах Арнольд Шварценеггер Начинает доминировать В спорте Бодибилдингом Он выигрывает Конкурс за конкурсом Турнир за Турниром Его называют Идеалом Этого вида Спорта Но Далее Он завоевывает И серебряный экран Арнольд Не только Мышцы Ну обычно я Парашютчик Отпускаю По этому поводу Если хотите Я тоже могу Пошутить Такой вот спич Говорит Анна Херман Сегодня Арнольд Шварценеггер Является одним Из серьезнейших Великолепнейших Героев Серебряного Экрана Он прорывается И в Голливуд Он становится Звездой Голливуда В 1969 году Арнольд приезжает В Нью-Йорк-сити Для того чтобы Снять свой первый Фирм Который Звался Геркулес В Нью-Йорке Побывав В Манхэттене Арнольд сыграл Роль Полу Бога Который Оказывается В современном Городе Об этом Рассказывает Роберт Истон Один из создателей Фильма Геркулес Он был очень скован Когда появился У нас Однако Несмотря на то что Он был австрийцем Он очень хорошо Подходил На роль Геркулеса На роль Которую мы Прописали В сценарии Хотя Мы Пытались Его Немножечко Пообтесать Он Разумеется Имел опыт Небольших съемок Начиная от Какой-то рекламы Там И Съемок В журналах Но это Была его Полнометражная роль Первой Арнольд Арнольд Играет Образ Который Достаточно Близок К нему Он Знакомится С режиссером Бруклом Раффлсоном Который И готовит его На эту роль А потом И снимает Когда начинают Работать Камеры Арнольд Работает Совершенно Отлично От того Что было До него В этой области Говорит Эрик Моррис Один из Выдающихся Постановщиков И специалистов Сценического Мастерства Мне Привели Его Тогда Как сейчас Помню Раффлсон Который сказал Что у меня есть парень У которого великолепные данные Но его нужно Натаскать И я ему ответил Ладно Хорошо Я назначил время Ну там Тра-ля-ля Мы будем заниматься Но Как я его узнаю Когда он придет И Наступила мертвая тишина И Потом Раффлсон сказал Хорошо Ты его узнаешь Когда он тебе придет Он очень большой Ты Главное Жди И Так все и началось А Арнольд Был Идеальным Актером Для этой роли И Раффлсон сказал Что я уверен Все будет просто замечательно Я сказал Хорошо Ладно И я ждал его Действительно Все было так И Произошло Я сказал Раффлсон Действительно Пришел здоровый человек Как говорится Что в плечах Что в высоту Одинаково Широкий Пришел И сказал Привет Я Арнольд Я сказал Привет Итак Его внешние данные были непосредственно связаны с его внутренними данными Арнольд начинает прорываться не только в области спорта Альфред Герстель вспоминает Арнольд был человеком, который всегда задавал вопросы Ему всегда нужны были какие-то объяснения И он интересовался не только спортом, но и другими областями жизни Политикой, музыкой, литературой Я должен сказать, что он не просто интересовался спортом Это было присуще ему внутренне Вот, например Я построил маленький спортзальчик для своего сына в доме Но Мой сын не мог в чем-то разобраться В какой-то тонкости Он звал Арнольда, который эти тонкости уже постигал самостоятельно По поводу политики Можно сказать, что Арнольд всегда интересовался и разбирался Арнольд был человеком многоуровневым Что называется, в нем было огромное количество наслоений Возможно, со стороны он выглядел просто огромным человеком Кучей мышц, но это не так В нем были не только мышцы У него отличные мозги В нем, ну, до 1976 года Был огромный голод Он впитывал в себя буквально все, что у него оказалось рядом Он вкалывал в полное смысле этого слова Очень немногие знают об этом Но Он был одним из многообещающих новичков, когда начал сниматься И его потенциал, его талант, то, что в нем видели, было несомненно Всем было ясно, что в качестве актера он может добиться Чрезвычайных результатов В качестве актера Арнольд становится мировой звездой Его следующий фильм «Качая железо» распространяется по всему миру И в 1975 году, выигрывая соревнования «Мистер Олимпия» и «Мистер Вселенной» Он подтверждает свое право сниматься в таких фильмах Который был, если вы помните, документальным В качестве «Мистера Олимпия» Арнольда Подтверждает свое название, свое право на эту корону Шварценеггер был, однако, намного круче, чем возможно было предположить Далее, его можно связать с такими фамилиями, как Кеннеди Арнольд, не только мышцы В сторону, в сторону, огибайтесь И еще в другую сторону, давайте, давайте, очень хорошо Минуточку Подождите, я куртку сниму Говорит Анна Хармон Арнольд Шварценеггер уходит из спорта По крайней мере, из бодибилдинга Посвящая себя в карьере телезвезды и кинозвезды Он начинает сниматься в телешоу, выступая в спортивных передачах И не только, и затем переходит к кино, говорит Эрик Моррис Он продолжал заниматься у меня в школе сценического мастерства Практически год, он практически каждую неделю, несколько раз приходил ко мне И мы занимались с ним не по часу И это было взаимное общение Это было очень ценно и для меня тоже С ним было удивительно интересно И вот как-то раз он пришел и говорит, в чем дело? Я его спрашиваю, в чем дело? Он говорит, огорчен, я не в себе И говорю, почему? Им не нравится мой имя, им не нравится мой акцент Я не нравлюсь им, я покажу им Я покажу им, я стану суперзвездой, так он сказал Это было при всех, и все захлопали Он тоже развеселился Это оказалось правдой И недолго осталось ждать до того времени, когда Арнольд станет всемирно известной кинозвездой Разумеется, им интересуется до сих пор не только потому, что он может чего-то добиться, но он сам по себе представляет огромный интерес для человека У него есть некая заповедь, так сказать, десятая, может быть, нерелигиозная заповедь Если он что-то ставит перед собой, какую-то задачу, он добивается ее, говорит Роберт Истон Насколько серьезен для него именно бодибилдинг, на который он тратил, быть может, тысячи часов своей жизни и все остальное Это вопрос, который достоин еще того, чтобы его разрешить Разумеется, Арнольд великий человек Его фильмы зарабатывают миллиарды долларов Он суперзвезда Он не просто международная звезда Он пользуется огромным авторитетом Ему практически поклоняются Но на него можно и положиться Это касается личности Арнольда И каждый, кто с ним знаком лично, знает это Это присущно ему внутренне Каждый может понять это буквально с первых минут общения с ним Взаимопонимание Вот, кажется, ключ к его успеху Он продолжает свою карьеру, снимая фильмы «Конан Варвар» Австрийский паренек из небольшой деревушки добивается успеха сам «Нет ли воплощения американской мечты?» И когда я об этом спросил, он сказал «Я, я», в смысле «Да, да» Но никто не знает, что для этого нужно очень тяжело работать Вкалывать И не только физически, но и морально над собой Он работал, он вкалывал и развивался Вкалывал и развивался Это, что называется, жемчужина в заросшей раковине Его победы на конкурсах на соревнованиях Мистер Олимпия, Мистер Мир, Мистер Вселенная Кто знает, чего ему это стоило Чего ему стоило добиться роли в фильме «Конан Варвар» Но его карьера в кино, карьера Арнольда Шварценеггера Он достигает своего пика в 80-х годах Включая такой фильм, как «Терминатор» и «Ворг Терминатор» Он просто оказался любимцем публики И критики, и киношники Все восхищаются этим фильмом Большое спасибо И я еще вернусь Арнольд снимается в фильме «Терминатор» Добиваясь удивительного успеха Но это еще не все В 1986 году он снимается в фильме И еще он женится на Марии Шрайвер Клемянница Кеннеди Отныне его жизнь очень хорошо охраняется Пресс просто рвется к нему Далее 2 июня в Голливуде В следующем году Арнольд снимается еще в фильме И он добивается невероятнейшего успеха В чем причина повышения его успеха на этот раз В 1988 году Он меняет свое амплуа в кино Он снимается в комедии «Близнецы» Это серьезный поворот судьбы Начинает с 1984 года Потом снимается вторая серия «Терминатор. Судный день» Убийца «Терминатор» превращается в героя В 1993 году Голливуд встречается еще с одной суперкомедией Шварценеггера в суперкомедии «Боевиком» Последний киногерой Говорит Энтони Квинн Вам-то понравилось? Мне очень понравилось Я просто наслаждался Это великолепный фильм Отличная картина Последний киногерой Здесь есть и то, и другое, и третье И сцены насилия Я, конечно, не очень люблю насилие Но это насилие, которое можно назвать экшен А без экшен, без сцен действия Не бывает настоящего кино И особенно Арнольд Показал здесь удивительные стороны своего таланта Шварценеггер проявляет себя не только как актер, но и как специалист в области рекламы Лондон, Англия В 1993 году этот фильм получил такой промышлен в Соединенных Штатах О котором не мог бы мечтать никто Но и в Лондоне о рекламе не забыли «Планета Голливуд» 17 мая 1993 года Арнольд Шварценеггер Разумеется, это мое мнение, хотя я и специалист, как меня называют, и я знаю его достаточно давно Я всегда думал, что Арнольд может стать великолепным актером, драматическим актером Я считал и считаю, что он может выиграть академическую награду, если он захочет, если он поставит себе эту цель И если он не уклонится от этого процесса, я имею в виду процесс работы над тем или иным фильмом Если он захочет пойти в этом направлении, если он будет сниматься не только в ролях Терминатора, последних героев У меня нет никаких сомнений, что драматическую роль она осилит при соответствующих усилиях И станет великолепнейшим, удивительнейшим, тонким, чувствующим актером Я могу привести как пример Гамлет, конечно, он несколько староват, а Гамлету должно быть лет 17 Но Арнольд мог бы сыграть и Гамлета, не в физическом смысле пусть, но, говоря эмоционально, если бы он убедил себя, что это ему нужно Я нисколько не сомневаюсь, что он бы осилил эту насыщенную эмоциональную роль И эффект был бы восхитительным, удивительным, и превзойти его никому бы не удалось Ну, по крайней мере, сейчас Для него нет предела, по крайней мере, в настоящее время Он идет вперед, и остановить его может только он сам В 1994 году Китайский театр Выходит еще один супер боевик Супер фильм Под названием «Правдивая ложь» Этот фильм, на который было затрачено огромное количество денег Заработал невероятное количество сотни миллионов долларов только в Америке И показал новые стороны таланта Арнольда Арнольд Шварценеггер находится все еще на подъеме Комбинация совмещения истинно-природного очарования Потенциала его сути Также того, что он унаследовал И того, чего он добивается сам, дает невероятный результат Арнольд Не только мышцы Это всего лишь показатель, что у нас есть возможность поработать над второй серией кинофильма «Близнецов» Я согласен Арнольд Шварценеггер Несомненно, является одним из величайших актеров мира Но То, что он зарабатывает огромное количество денег Привлекает к нему еще больше человеческих взглядов Он становится и политическим деятелем Его последние проекты Привлекают свое внимание Фильмы, конечно, замечательные Смотрите, смотрите последний киногерой Не пожалеете Как суперзвезда, он сам выходит на рынок и сам занимается промоушеном в своих фильмах Это достаточно нормально, по крайней мере, для него Он появляется на премьерах фильма И на других мероприятиях Свежий, свежий человек, вот что нам нужно А также, ребят, не забывайте, что я снимаю с кино Но тоже для радости Шварценеггер создает не только великолепные киношедевры Он создает собственную империю Например, мировые спортзанды 23 ресторанов Которыми владеет вместе со своей женой А также империю планеты Голливуд Чем занимаются также Сильвестр Сталлон и Брюс Уиллис А также он является выступающим на ряде мероприятий Не только спортивного и киношного характера Даже его транспорт в Лос-Анджелесе Хаммер Вызывает удивление и восхищение А езжу я на этих машинах, потому что мне нравятся Отличные колеса Отличная От других Конструкция Я в своей жизни никогда ничего подобного не видел и не ездил Ни на чем подобном Фирма Хаммер специально для него создала такие машины Это символический ключ, который вручает ему представитель компании И разумеется все это происходит на публике Именно американский народ, а также население всего мира Заслужили того, чтобы ездить на замечательных машинах такого рода Шарсеннеггер один из активнейших общественных деятелей С 80-х годов он является представителем Джорджа Буша И возглавляет его спортивную экскурсионную программу Да, люди теперь становятся слабее, медленнее двигаются И больше подвержены болезням Именно своей целью А также тех, кто следует мне Я считаю, является то, что мы должны разработать и внедрить эту систему упражнений, которая помогла мне и другим добиться успеха Арнольд не только говорит слова Но он и приходит в простые школы И разъясняет все свои программы детям Ну что, ребята, будете работать вместе с Арнольдом? Да Он показывает свои упражнения детям Он оставляет им на память свои снимки И вместе с ними все несомненно И явится для них впечатлением на всю жизнь Именно за физическое здоровье он борется неукоснительно Считаю, что поднятие физических качеств людей является для него главным Прежде всего, мы должны им объяснить, что такое хорошо есть, что такое хорошо жить Образование в области физической культуры необходимо каждому человеку Не обязательно отказываться от телевизора по вечерам Но не нужно отказываться от спорта и спортивных игр Ущерб видеоиграм Он не только замечательный, воспитательный и отличный отец Он и Мария Шрайвер родили двух дочерей Не забывая так же и о сыне Он продолжает выступать в качестве председателя спорткомитета Команды Джорджа Буша Посылаю свои на лучшие пожелания Пожелания Конгрессу Однако я должен сказать им До свидания, ребята, я еще приду Его очарование, его шарм просто непреодолимы На большом экране невозможно устоять перед его очарованием Должно сказать, что никаких сомнений Что если будет Терминатор 3, мы так же будем его любить Особенно потому, что находится там наш любимец Арнольд Шварценеггер Его успехи в спорте, в кино, в политике удивительны Я рад, что в моей жизни был такой человек, как Арнольд Есть такой человек, как Арнольд И я рад, что мне удалось быть его жизнью и я есть его жизнью Дело в том, что он не забывает никого, кто был с ним даже знаком А мне уже удалось с ним даже подружиться Действительно, я очень хорошо к нему отношусь Это великий человек, замечательный парень Да, он американец, он великолепный парень, замечательный человек Как только подумаешь о тех трудностях, которые противостоят на пути молодого человека, который приезжает сюда, становится страшно Но он не только преодолел эти трудности, он преуспел Это удивительно, это восхитительно Он великолепен Его специальные особые достижения в области спорта Мистер Олимпика Мистер Вселенная Его специально разработанные национальные программы принесли столько пользы людям Он великодушный человек в конце концов Когда кто-то из старых друзей, может быть, с которым не виделся более 10 лет Он не говорит, что, извини, я занят Он найдет время для него, пусть не сейчас, пусть позже Он хороший товарищ Какие бы у него ни были времена, может быть, даже неприятности Он всегда готов выслушать себя Он создал свою карьеру сам Его карьера уникальна И, тем не менее, у него находится время, и ему не безразлично Моя судьба и судьба старых друзей У Арнольда есть удивительное качество Если он что-то получает от другого человека, он всегда вернет это Причем с лихвой Даже если ты сделал для него какую-то малость в жизни, он этого не забывает И это удивительнейшее и замечательнейшее качество С гор Австрии до вершин успехов Голливуда и всего мира Арнольд Шварценеггер прошел дорогу, не пропустив ни одного шага Преданный муж и отец, успешный бизнесмен и супер-кинозвезда Арнольд Шварценеггер по своей природе Он прошел круг за кругом все круги ада Голливуда и остался легендарным человеком И карьера его легендарна Это удивительно, я волнуюсь каждый раз Мне кажется, это замечательное время И то, что мы в нем живем, должно нас радовать Да, действительно, это замечательно и очень волнительно Продюсер и режиссер Джефф Форрестер Автор сценария Анна Харман, Айра Лоутсон и другие Композитор Крис Райф Композитор Крис Райф Композитор Крис Райф Композитор Крис Райф МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok